Завтра в офлайне в Екатеринбурге на сцене Живого Театра состоится премьерный показ антиковидного во всех смыслах мюзикла для детей и их родителей с QR-кодами по мотивам басни «Зопа». Впервые театр обратился к творчеству знаменитого баснописца «Зопа». И в переводе Льва Николаевича Толстого бы поставили спектакль для детей, который называется «Лев и мышка Никудыша». Разумеется, три соавтора новой одноактовой пьесы, среди которых сам дедушка уральского рока Александр Пантыкин, напрямую стращать ковидом больших и малых зрителей не стали. Лишь по-эзоповски намекнули по ходу сюжета на то, как страшная беда, которая пришла в лес, научила героев сочувствию доброте и чувству коллективизма. В этом смысле закулисный интерпретатор лично он. Александр Пантыкин уже внес персональную лепту в создание коллективного иммунитета. У меня есть QR-код, и у меня никаких затруднений в моей жизни не возникает, потому что с этим QR-кодом меня везде пускают. А что до целого в смысле зрителей и актеров? Отец-основатель и художественный руководитель живого театра называют свое детище чуть ли не идеально, чистой от ковида зоной. Но наш театр оказался образцово-показательным, потому что на все наши спектакли родители с детьми приходят с QR-кодами, они приходят с паспортами, они приходят абсолютно готовые, понимающие эту сложную ситуацию. И мы очень надеемся, что наша премьера 27-28 ноября пройдет также образцово-показательное, и никто не заразится, и не будет болеть, и все меры предосторожности будут соблюдены. И самое главное, что у людей уже возникло желание не сидеть дома, а идти в театры, в кино, в какие-то другие мероприятия, для того, чтобы уже как-то бороться с коронавирусом, поставить прививку и бороться с коронавирусом. И мне кажется, сегодня это очень важно, потому что эта тенденция важна. Чем больше людей вакцинируется сегодня, тем скорее мы победим эту страшную болезнь.